Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Читеры. Бессмертная тема Warface. И не только они, Капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и проблемы Warface 2024. Последнее время наблюдается тенденция игроков, особенно профи-игроков, которые стремительно бомбят. Или, может быть, я выразился не так. Скажем проще. У людей рвёт жопу. Кто-то страдает, но продолжает жрать кактус. Кто-то решил передохнуть от нашей любимой игры. А кто-то и вовсе отправился в космос на жопной тяге. И всё это очень не вовремя, ведь на дворе у нас лето. Многолетние наблюдения за нашей игрой показывают, что те, кто уходит весной-летом, не всегда возвращаются осенью. Да, работает это именно так. Чаще всего отвал какого-то количества игроков можно наблюдать именно осенью. Люди приезжают с отпусков, в общем, с морей и так далее. И у кого-то вообще появляются новые интересы. Возможно, он не играет в игры или познакомился с какой-то другой игрой. А кто-то заходит в любимый Варфейсик, огребает полную жопу огурцов и понимает, что, пожалуй, нет. Для него эта история закончена. Уверен, друзья, что и у вас в жизни бывало подобное. Самые разные ситуации, связанные не только с играми. Занимаешься чем-то, вроде тебя это интересует, или общаешься с какой-то компанией, где тебе кажется тебе вроде как комфортно и даже хорошо. Но потом некоторое время разлуки, новая встреча с этим делом или с этими людьми. И ты понимаешь, что всё, а как бы вот этот период небольшой и тебя отпустило, собственно говоря. Да, именно так. А на фоне существующих, точнее обострившихся проблем Варфейс, это прямо скажем чревато. И прежде всего мы, конечно же, должны поговорить о читерах. Потому что сейчас это все начали обсуждать. Киберспортсмены записывают видео, бомбят на стримах. То же самое делают ютуберы. И я вам даже больше скажу. Проблема не только в читерах или этих новых нейронщиках читерах. Нет, дело не только в них. Дело ещё во многом в том, что у нас развелось просто колоссальное количество ребяток, которые, ну как бы, вообще не знают, что такое дым в Варфейсе. На медне мы тут собрались со Степаном понагибать со старыми пушками. Дабы было не слишком больно, пошли играть на алмаз. И, сука, даже на алмазе мы увидели вот это. А чё? Да, он через дым... Бага из маке? Да, 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 он просто спокойно через дым только что убил чувака. Но тут всё понятно. Это, конечно же, просто очень хорошо развитый, так называемый, геймсенс. И если бы это был единичный случай, практически в каждой катке со Степаном были какие-то подозрительные пацаны. Где-то вроде как нейронщики, где-то вроде как дымострелы. И, собственно говоря, по-моему, только одну катку из всех мы сыграли нормально, когда особых сомнений, в принципе, в противниках и в союзниках у нас не было. Читеры – проблема вечная. И всегда есть вечный вопрос. Почему же их не банят? На самом деле, конечно же, банят. Банят, банят, каждый день банят этих пацанщиков, если их так вообще можно назвать. Однако не всех и не сразу, к сожалению. С любителями нейронных сетей пока что вообще непонятно, что и как. Админы говорят, что вроде мы их баним. Это те самые пацаны, которые прибегают и говорят, «Меня ни за что! Рокутагин, Дрымский, Медиум, помоги! Я ничего не делал!» Ну что ж, возможно, админы не врут. Однако нейросетей-то у нас, наверное, много уже сделано профильных. И не факт, что все они могут задетектить. И я думаю, этот процесс будет нелёгкий для нашего античитерского отдела, который носит всем известное, печально известное, говорящее название «Мрак». Дополнительной проблемой являются дымострелы. Вот что ты будешь делать с ним, скажите мне, пожалуйста. По сути, я вижу тут только одно решение проблемы. Это, конечно же, поправить дымы. Почему? Потому что, вообще-то, для того, чтобы видеть сквозь дым, ничего сверхъестественного делать не надо. Не нужны никакие сторонние программы, никакие читы. Это просто настройки графики в самой игре. Какие? Я говорить не буду. И так каждый второй знает, как бы нафига это лишний раз пропагандировать. А разработчикам пора бы задуматься. Такие проблемы надо решать быстрее, чем всё остальное. Это гораздо важнее, нежели нарисовать новый скинец. И да, я знаю, что этим занимаются разные люди. Но, должен заметить, люди, которые рисуют очередной скинец, как-то более продуктивны. В общем, разработчики, вам есть о чём задуматься. С глиномесами всё понятно. Какие ещё проблемы есть, по твоему мнению, в нашей игре? Вот тут, Капитан Очевидность, на самом деле тоже всё очевидно. Особенно, если ты блогер, ты постоянно читаешь комментарии. Практически под каждым видосом об этом пишут. Проблема номер один в Warface это не читеры. Да, наши киберспортсмены, стримеры сейчас закричат, да ты чё, да там на Грандмастере. И, ребята, поймите, на Грандмастере играет 1%, максимум 2% всех игроков нашего прекрасного Warface. Но про странных пацанов, конечно, на Алмазе забывать не стоит. В общем, к сути, главная проблема Warface это не читеры. Большинство игроков либо не так часто с ними сталкиваются, либо, в общем-то, практически не сталкиваются. Потому что большинство игроков это те пацаны, которые, ну вот, край до Алмаза и доходят. Будем честны, это так, прям в Warface написано, какой процент игроков до какой лиги дошёл. Главная проблема нашей игры это детали. Сука, да, я говорю об этом сотый раз, сотый, наверное, я думаю, не меньше. Я на каждом стриме, почти в каждом, там, пятом видосе аналитическом, а то и чаще говорю про эту проблему. Это детали, даже не сами моды. Насрать на моды, они никому не мешают, они делают геймплей разнообразным. А вот детали в Warface просто на корню убивают. Мне пишут люди, которые играют в эту игру очень и очень много лет. Да, они играют годами, кто-то лет 10, кто-то даже больше. И проблема, боль, так сказать, всей их игровой жизни одна и та же. Это, конечно, детали. Самый частый комментарий таков. Это всё замечательно, Рокутагин. Сборка твоя, конечно, прекрасна. Только вот где взять на эту сборку детали? И такие комментарии практически под каждым видео. Под каждым видео. Реально люди пишут. Я не вернусь, пока они не уберут моды или не уберут детали. Или я не понимаю, зачем мне играть в эту игру. У меня нет деталей. Я тут никто. Я просто мусор. Но админы совершенно никого не слушают в этом плане. Они абсолютно непробиваемы. Это, понимаете, тот случай, когда я сказал нет, будет так. И всё. И точка. Я понимаю, что ежедневный контракт. Я понимаю, что события очень неплохо монетизируются. Но ведь если посмотреть со стороны, это выглядит примерно как додойка. Понимаете? Выжать этот лимон под названием Warface до последней капли. Как говорится, куй железо, пока горячо. Пока Warface окончательно не схлопнулся. Админы отвечают, что детали не проблема, если ты активный игрок. Ну, конечно, капитан очевидность, они так говорят. Действительно, админы говорят. Нет, ну на самом деле есть много путей получения деталей. Есть возможно... Какие возможности? Ну вот серьёзно. Назовите мне возможности. Я хочу понять. Я человек, который плюс-минус заходит в Warface. И я знаю, какие возможности. Да, можно ежедневно закрывать контракт на детали. Получая 400 деталей. На секундочку, сейчас у нас будет боевой пропуск. Там будет у нас 4 пушки, сука. И ещё ведут новый пистолет, пулемёт, естественно, для инженера. И вот у нас 5 пушек. Сколько тебе надо деталей, чтобы прокачать 5 пушек? За месяц ты можешь с помощью контракта нафармить плюс-минус около 12 тысяч деталей. Боже, да это же золотые горы. И это не учитывая ещё каких-нибудь распродаж. А также иногда вводят старый донат с новыми модами. Там ещё старые пушки. Ну, чё вы поняли, да? То есть деталей надо столько, сколько, в принципе, у игрока нет. И быть не может с помощью этого контракта. И контракт это как раз то количество деталей, которые, братуха, ты сможешь получить именно, так сказать, своим горбом, своим трудом. Прямо ежедневно заходя в Варфейс. Никаких пропусках, прямо вкалывая. Вторая работа. Конечно же, у нас ещё есть события. Я понимаю, это отличная идея. Но, чтобы в этом событии добраться до самого сладкого, до деталей, когда в каждой карточке будут именно они, тебе надо забрать все остальные призы. Я думаю, что даже пахая как раб на галерах, вряд ли ты сможешь это сделать. А что касается финансовой стороны вопроса, ну, по моим наблюдениям, чтобы что-то там плюс-минус урвать, ну, примерно и не менее 10 тысяч рублей. То есть 20 тысяч кредитов на события. Как тебе такое, Илон Маск? В общем, на словах одно, а на практике другое. И я вам скажу, что детали это действительно, это то, что убивает проект. Вы скажете, ну ладно, ну, успокойся, Рокутаги, но люди же играют, и я понимаю, что играют. И я понимаю, что люди добывают как-то эти детали. Однако есть одно большое но. Любая игра существует всегда за счет притока новых игроков. В игровой индустрии ты либо развиваешься, либо деградируешь. Ну, или бы стоишь на месте, но это только на первый взгляд. На самом деле ты стоишь на месте, потому что всегда подтягиваются новые люди, а старым надоедают, а не отваливаются. И ты плюс-минус сохраняешь статус-кво. А теперь представьте себе, пришел человек, имея какой-то игровой опыт, а сейчас, извините меня, от пионера до пенсионера, все какой-то игровой опыт имеют. И вот человек заходит в Warface. А пойду-ка я попробую. Зайдя он в Warface так лет пять назад, столкнулся бы с определенными проблемами, и понял, что, конечно, братуха, ну, будем честны, лучше занести монету. Это у нас еще админы говорят, вот, вот старый Warface, ну там-то действительно pay to win, а сейчас у нас столько возможностей. Какие возможности, я вас умоляю. Раньше ты занес просто три тысячи рублей, шесть тысяч кредитов, ты занес, вот тебе нравится класс там штурмовик, выбил на него пушку, и все, он у тебя как бы в шоколаде, все прекрасно. А сейчас, если хочешь самую новую, метовую пушку, допустим, вот она выходит, а боевой пропуск еще идет, да, например, ты, значит, донатишь на эту пушку, потом ты донатишь на детали, допустим, если есть события, и вот потом ты типа, а еще второстепенное оружие, а еще у нас админы хотят, чтобы и у брони были моды, ну я прям не знаю, что-то как-то математика не вяжется у вас, ребята, как-то одно на другое вообще не выходит. Говорю чисто за себя, для меня старый Warface был куда дешевле, вот прямо говорю как есть, без варенья, он был, сука, тупо дешевле, причем прилично дешевле. А новичок сталкивается не с тем, что на игру надо потратить как-то, странновато много, даже если вдруг он раньше заходил с Warface, он типа как бы, ну не совсем новичок, а вернувшийся ветеран, там 6 лет назад играл, там Warface 2018, он как бы немного в шоке. Мало того, что надо как-то эти детали добывать, так еще какие-то сборки, а что и как правильно, а где, а почему, да короче, а еще пушку качать надо, мамма миа, и кстати пушку тоже как-то вот качать-то на самом деле, он же зашел РМ и играть, а как ее прокачать, чтобы без гемора просто на РМе? А, ну да, надо задонатить. Именно поэтому, детали, это проблема номер один, я понимаю вас, дорогие киберспортсмены, стримеры, вас бомбит, вы записываете видосы, блогеры тоже, ой, там везде читеры, пацаны, да какая вам нафиг разница, вот они даже вот серьезно, я согласен, читерами надо бороться, почему все молчат про детали, меня бомбит, почему никто не скажет правду, что из-за деталей люди уходят, что из-за деталей новых людей в игре нет, что из-за деталей, и именно из-за них, а не из-за того, что 1% игроков насилуются читерами на грандмастеры, именно из-за деталей, осенью, сука, мы не увидим даже 30 тысяч онлайна, и он будет падать, падать и падать, и именно из-за деталей, ребятки мои, дорогие киберспортсмены, вашей крутой киберспортивной карьере, годика через два придет пи... И ты думаешь, они пойдут на то, чтобы удалить детали из игры? Не, я думаю, этого не сделают, ну вот я знаю наших админов, я понимаю, ребят, я понимаю, что вам надо, как бы там, финансовый отчет, годовой, месячный, квартальный, ну вы поймите, игре конец, я говорю как есть, говорю, наверное, даже более прям прямолинейно, чем все остальные, игре хана, ей осталось вот столько, без шуток, если так дальше пойдет, то вот сейчас у нас лето 24-го года, я думаю, после лета 25-го, уже следующего года, вы еще половину канала, возможно, даже топовых по Варфейсу, уже не обнаружите, киберспортсмены многие тоже потихонечку отклеятся, отвалятся, отлетят, ну и, собственно говоря, Варфейс превратится в какой-нибудь поинт-бланк, вот и все, ха-ха-ха, не смешно.